21 марта день человека синдромом дауна счастью сейчас эту тему которая раньше говорить было неловко обсуждать все чаще все больше говорят о возможностях обучения таких детей и взрослых в том числе сегодня мы говорим об уникальном обществе о детях которых называют дети солнца и дети дождя дети солнца именно так называют детей рожденных сорока семью хромосомами синдром дауна самая распространенная генетическая аномалия этот синдром является одной из форм естественно развивающейся врожденной геномной патологии часто ведущие к изменениям моторики физических характеристик и здоровья человека возможности обучаемость и социализации людей синдромом дауна различны они во многом зависит от интеллектуальных способностей детей и от усилий прилагаемых родителями и педагогами одним из тех солнечных детей кому удалось овладеть навыками социализации является артем сейчас артем работает в одном из столичных кафе со своими обязанностями он справляется хорошо так отмечает владелица заведения где-то где-то к двум к двум до семи я работаю на работу я не опаздываю и прихожу я во время ну сначала на тренинг мы мы приходили на обучение вот ну все обговорили что я умею делать что я умею готовить мне нравится здесь работать самые лучшие коллеги они мне помогают вот принеси и это принеси то столы про три вот ну нужно обслужить клиентам он увлекается музыкой любит петь песни фотографировать природу людей говорит что принимал участие в конкурсах и даже доходил до финального этапа на вопрос кем ты хочешь стать артем скромно отвечает менеджером но это не главное его желание я будучи найти любимую девушку чтоб я ее нашел чтоб у нас была семья чтоб я их обеспечивал уметь выражать свои мысли с помощью речи людям с таким синдромом дается очень нелегко но даже имея возможность разговаривать солнечные дети сталкиваются с рядом других сложностей о которых артему нам рассказать не удалось все синдром дауна дети с инвалидностью вот трудно боюсь сказать владелица данного заведения дина шалиева мама троих детей двое из которых родились синдромом дауна когда у нас родилась дочка мы открыли фонд для детишек синдромом дауна а потом нам стали приходить уже более взрослые люди с инвалидностью и спрашивать если что-то для них и вот конечно уже наличие ребенка с инвалидностью потолкнул нас к такой мысли тем более мы пять лет назад усыновили еще одного мальчика с инвалидностью синдромом дауна тоже и мы думали о будущем наших детей люди с ограниченными возможностями современном обществе воспринимаются по-разному и это еще одна часть проблем с которыми сталкиваются родители особенных детей мире людей с инвалидностью а также много разных типов видов инвалидности есть чисто физические да какие-то особенности когда например человек не может передвигаться но он может очень хорошо функционировать там на коляске да есть люди с ментальными особенностями есть люди с какими-то как бы особенностями функционирования например особенности слуха до ограничения по слуху или по зрению и в соответствии с этим как бы каждый из них может выполнять любую работу вернее определенную работу ребята с особенностями слуха вот у нас есть несколько таких ребят они прекрасно справляются фактически со всеми обязанностями даже могут принимать заказы если их просто писать на бумаге то есть опять же да инвалидность это ограничение которые налагаются общество рождение ребенка с ограниченными возможностями как отмечают психологи создает стрессовую ситуацию в семье с которой к сожалению справляются не все родители безусловно появление ребенка с инвалидностью в семье это такой как бы такая проверка до на прочность брака на прочность вообще человека в первую очередь нужно реабилитировать или абилитировать не ребенка а родителей наличие синдрома дауна у ребенка по сравнению с другими заболеваниями фактически видно сразу при рождении малыша к сожалению зачастую узнав об особенности своего малыша мамы отказываются от ребенка сразу после рождения дальнейшая судьба этих детей затем оказывается в руках государственных детских учреждений несмотря на то что из-за погодных условий сегодня дети не могут покататься на качелях поиграть на улице в целом беловодский детский дом производит впечатление светлого и уютного места только вот коляски на входе напоминает о его непростой функции беловодское детское психоневрологическое стационарное учреждение или просто дом особенных детей сюда поступают дети из домов малюток достигший возраста четырех лет а вот уже ширины еще солнышко уйди ты еще солнышко светит так у ширины какого цвета солнышко шириночка красное солнышко до красное это значит лето научились научились мы считать считать раз поднялись ну-ка стой к золотой подожди солнечные дети здесь очень добрые и ласковые воспитатели утверждают что они никогда не лгут не испытывают ненависти а еще умеют прощать видя то как они воспринимают окружение встречают гостей убеждаешься в этом эти дети у нас очень как сказать эмоциональные очень эмоциональные они всегда почти целый день они только улыбаются смеются чтобы было плохое настроение такое бывает очень редко с этим ребенком надо сразу с рождения заниматься и большое внимание уделять мелкой моторики если развивается мелкая моторика то ребенок и сам развивается одних детей здесь навещают родители правда редко но навещают другие даже не знают как выглядит их мама отказные или отказники так здесь называют детей которых когда-то оставили родители у нас есть это самое дети которые отказные но есть дети у которых есть родители но родители приходят очень очень редко вот например возьмем вот эдиту бабушка у нее живет здесь беловодске у нас во первых и она сначала была отказная в доме ребенка была в так маке ее когда сюда привезли бабушка узнала что она здесь и она пришла на ее навещала навещают но редко навещают не навещают очень часто ширина у нас отказная она у нас это тоже с так мака привезли ее желтой тоже к сожалению у синдрома дауна существуют сопутствующие заболевания у 60 процентов детей с лишней хромосомой выявляются заболевания сердца проблемы со слухом и речью вот у ширины порог сердца врожденный порог сердца желтой тоже врожденный порог сердца делали операцию у иди ты сердцем нормально у нее со слухом не в порядке у нее часто болят уж друг друга как признается воспитательница они понимают с полуслова с помощью звуков картинок могут объяснить чего хотят элла алиева говорит что обычно дети показывают на конфеты игрушки но бывают и моменты когда они показывают на картинку и говорят мама сама в классе сделала карта желаний это принесла журналы и вот их желание чтобы они хотели я это вырезала и сделала вот эти вот карты но в основном у девчонок какие желания мама бабушка семью хотят увлекаясь играми развлечениями дети забывают про родителей но есть и такие малыши которые часто грустят о том что их никто не забирает домой единственная у нас девочка вот она постоянно к маме к маме вот это вот в карту она все время показывает там я им приклеила мама и папа она все время хочу к маме я завтра поеду домой и вот все время она об этом говорит вот единственная то что понимает что приехала сюда и здесь живет и домой мама ее не забирает многих родителей в основном волнует вопрос заговорит ли их ребенок и насколько его речь будет понятной для окружающих как отмечают логопеды-дефектологи развитие речи также является важной задачей над которой также нужно работать целенаправленно трубочки вот у нас какая работа должна в купите обязательно должен работать логопед дефектолог воспитатель няня-санитарка ребенок разговаривает вот многие детки вот которые сидели здесь они пришли не разговаривали сейчас вы услышали они начинают произносить звуки короткие слова даже некоторые детки у нас произносят простую фразу это вот работа длительного сильная работа если 2017 году беловодском стационарном учреждении воспитывалось 228 детей то в данное время проживает 200 18 из которых имеют синдром дауна целом у большинства воспитанников детского дома есть родители у нас отказников где-то 30 детей и круглосироты есть у нас полусироты вот как вы видите по статистике как бы меньше стало потому что всем известно было министерством соцразвития было пособие как по персональному ассистенту чтобы жили дети дома в семейном окружении тоже думаю это тоже повлияло помимо солнечных детей здесь также есть дети с дцп разными аномалиями нижних конечностей и два ребенка имеющий болезнь под названием аутизм хочу работать в салоне ногти красить умею но не очень такси так хорошо как получать это стараюсь мы дети с аутизмом хотим рассказать о себе в обществе аутистов называют дети дождя но за этим поэтичным выражением скрывается каждодневный подвиг людей столкнувшихся с аутизмом назгуль султана лива мама для которой каждый день это череда сражений и побед ведь она мама ребенка которому врачи поставили такой диагноз ну моему ребенку сейчас 13 лет летом будет 14 он мы пришли в центр когда ему было 6 лет на тот момент у него были очень сильные истерики и мы как бы в два с чем-то начали ходить в центры там к логопеду его водить дефектологом в различные центры ходили и где его поведение ухудшалось и получается к шести годам мы пришли к тому что у него были истерики прям ну с утра до вечера те годам пришли к тому что у него вечером в 5 часов вечера прям как по будильнику истерики начинались а до этого были целый день со временем психическое состояние ахмата улучшалось и мама решила отдать его специализированную школу начале казалось что все хорошо но полностью адаптироваться в школе мальчик не смог ахмат сильно отставал от школьной программы ведь ментальный возраст мальчика как сказали эксперты два года со школы нас выгнали потому что мы во первых не соответствуем по ментальному возрасту и не соответствовали по поведению это основная проблема поведения он крутил мог кидать предметы в людей но он кидал предметы людей потому что хотел привлечь внимание их то есть это не из-за того что хочет покалечить тебя а из-за того что он не знает как к тебе обратиться и хочешь привлечь свое внимание и человек который ему нравится допустим он мог в него что-то кинуть это был знак о том что посмотри на меня я хочу с тобой поиграть как отмечает мама мальчика самый тяжелый момент это выход ребенка в общественные места когда мой ребенок допустим катался на самокате а он уже взрослый у него уже голос такой бас прорезался и он катается и начинает вокализировать сильно кричать и моя дочка говорит я ему тихо ахмат тихо сантри люди на тебя все смотрят и дочь мать манты чего его стесняешься ну как такие моменты когда ахмат исполнилось полтора года родители не видели в нем никаких отклонений думали что ребенок абсолютно здоровый но спустя два месяца они начали замечать в нем качество которые показались на первый взгляд странными ахмат начал концентрировать все внимание на одну точку и мог долго не отрывая взгляд наблюдать за одним предметом играть целыми днями только с одной игрушкой смотреть на экран телевизора и громко смеяться три месяца уже начал смотреть мультфильмы то есть он три месяца когда дети еще не сидят он как бы так вставал немножко в коляске и смотрел мультфильмы на дикторов смотрел хохотал в общем с телевизором как будто общался в девять месяцев он прям в мультиках жил полтора года тоже он прям смотрел на мультики он же предугадывал что там будет и он начинал как бы говорить те слова которые сейчас будут мультфильмы помимо этой беды в семье на сгуль возникли и другие проблемы касающиеся финансового состояния семьи она перестала работать а зарплаты мужа не хватало на лечение полном отчаянии она не знала что делать куда обращаться но вскоре ей предложили работу в центре особенных детей заниматься с детьми аутистами долго не думая она согласилась ведь отдать ребенка в частную специализированную школу и оплачивать за обучение сына 36 тысяч сомов в месяц они не могли ежедневные занятия встречи с родителями которые оказались в такой же жизненной ситуации сподвигли ее начать говорить об этой болезни в социальных сетях я даже начала снимать в инстаграме рубрику готовим с ахматом где он готовит и вот тем самым я хотел показать что дети с аутизмом это еще не конец света даже с тяжелой степени и и тоже хотела придать уверенности вот родителям что вы можете научить его готовить вы можете научить его обслуживать себя несмотря на позитивный настрой назгуль признается что бывают моменты ощущения бессилия мы будем всю жизнь их сопровождать наших детей это не так что ну может быть можем до какого-то момента довести бывает высокофункционально аутисты но у меня так сложилось что у меня с тяжелой степенью и поэтому я его буду всю жизнь сопровождать это очень тяжело да он бегает да он ходит да он делает но он не может самостоятельно иногда в туалет сходить он кушает самостоятельно он ходит в туалет самостоятельно бывает ночью допустим ему страшно пойти в туалет он может под себя сходить и бывают такие моменты когда ты думаешь неужели всю жизнь будет так стоит отметить что огромное влияние на формирование социального развития на ребенка аутиста влияет окружение ведь первая реакция на особенных детей у нашего общества как отмечают родители мама плохо воспитывает ребенка пожалуйста не торопитесь осуждать вполне возможно что у этого ребенка расстройство аутического спектра и мама просто не всегда в состоянии на него воздействовать вот и все мне хочется играть с другими детьми на улице но бывает что они меня не замечают или просто не хотят принять в игру потому что мне бывает трудно понять правило мне от этого грустно а в центре меня учит дружить ширин омурканова диаса кимбаев нтс итоги недели я делаю много непонятных движений я не хочу вас рассмешать или напугать этим просто меня это успокаивает